А, что? А, Лукес. Ну, а перед началом ролика я, конечно же, хочу напомнить про розыгрыш 20 тысяч вибаксов, который скоро уже совсем пройдет у меня на канале. Да, он в честь 100 тысяч подписчиков, но был перенесен на 110 тысяч подписчиков по простой причине. Я словил как-то несколько страйков и из-за этого потерял половину денег, которых имел на руках. Но к 110 тысячам я их подкоплю и, собственно, разыграю для вас 20 тысяч вибаксов. Но все, что нужно сделать, чтобы принять участие и завоевать свою часть вибаксов из 10 призовых мест, это быть подписанным на этот канал, поставить лайк на это видео, а также написать абсолютно любой адекватный комментарий. Только адекватный. Результаты я выложу в нашу телегу и в группу ВК, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. И, как говорится, хватит трендить. Погнали ролик смотреть. Эх, здорово. Ну и первое, естественно, что изменилось у нас, это немножко лобби. И мы сейчас быстро рассмотрим все эти нюансы, минусы и косяки, которые они нам добавили. Во-первых, для чего иконка чата стала такой огромной? Вот этот плюс и минус, они просто меня убивают. Они нереально огромные. Вообще, кто-то пользуется чатом в игре, когда можно говорить по микрофону? Эпики. Поправьте это дело, сделайте его хотя бы меньше. Конечно, вот эта вся приблуда с новостями очень прикольная, ведь теперь стало прикольнее и удобнее рассматривать, что там в новостях. Но, я не понимаю, для чего эпики перенесли платные вещи из магазина за реальные деньги в обычный магазин предметов. Как по мне, это полная дичь, потому что теперь магазин предметов превратился в огромную какую-то витрину, в которой как-то вот лично, по моему мнению, стало дискомфортно, неудобно и неприятно глазу сидеть. Теперь половину занимает у нас то, что раньше находилось в нужном отделе, как бы для покупки за реальные деньги. И для чего именно это теперь здесь находится, где магазин предметов за вибаксы, непонятно. Но, надеюсь, эпики это поправят. Я не знаю, может быть, это вот лично мне так не понравилось. Ребят, напишите в комментарии, как вам вообще то, что вот эти вещи за реальные деньги теперь в магазине внутриигровых предметов. Вам это удобно или нет? Просто мне неудобно и я не понимаю, нахрена это надо было сюда переносить. Также еще тут куча багов появилась в лобби, но мы их смотреть не будем, вы их и так заметите. Поэтому мы погнали в игру смотреть внутриигровые изменения, самые интересные. И сначала мы поговорим о карте и изменениях на ней. Полетели. Итак, наконец-то мы внутри игры и сейчас мы с вами рассмотрим карту и все, что с ней изменилось. Во-первых, мы, конечно же, замечаем то, что карта наконец-то начинает покрываться снегом. И нижняя правая сторона уже полностью покрыта снегом. Это именно та сторона, где у нас раньше был снежный биом. Вдобавок еще наверху немножко как бы тоже заснежилась там одна гора, но это все фигня, ребят. Не переживайте, на этот раз снежной будет вся карта. Там вот вам доказательства, это слитая карта. И да, она будет выглядеть так. Плюс новогоднее настроение, и это классно. Также некоторые кусты уже наконец-таки вновь приобрели новогодний вид со всякими гирляндами, перделками, свистелками. Это тоже приятно, но есть одно но. Эпики. Какого фига текстурка этих гирлянд до сих пор плоская и не имеет модельки. То есть она до сих пор все та же, как и была 3 года назад. Не надо так. Сейчас почти 2к 20 век, так что добавьте пожалуйста нормальную текстурку, чтобы это все как бы смотрелось хорошо и приятно. Также на карте были добавлены в снежном биоме, именно в снежной части карты, пара офигенных мест, которые я называю иглу. Иглу это если что снежные домики такие, в которых живут люди на северных полюсах, где очень сильные минуса и в них можно выживать. Домики изо льда, кто в курсе. Мне эти домики очень нравятся и вокруг них очень много есть приятных мелочей, которые также впервые добавлены в игру. О них сейчас мы немножко чуть позже поговорим. Для начала давайте обсудим новые пушки, добавления связанные с оружкой и итемами. Во-первых, наконец-то в игру вернулся греник, тот самый, только немножко с измененной как бы тактикой ведения боя. То есть раньше с гранатомета стреляя, вы должны были прождать какое-то время, чтобы ваш снаряд взорвался. Теперь же он будет взрываться при соприкосновении с объектом, предметом или препятствием. То есть пермоментно, как только он коснулся цели. Будь то враг, стена или пол, не важно. И это офигенно на самом деле, дамажит довольно таки сильно. Но это внесет хоть какие-то изменения в новую мету, которая вот эта устоявшая, совсем надоевшая была. Да и вообще изменения это хорошо, тем более в том фортнайте, который был сейчас. Два месяца без изменений, это плохо, эпик гейм. Но сейчас вы молодцы, добавили кучу всего интересного и это действительно круто. Также вновь вернули старый добрый коряк, без него никуда. Довольно прикольная пушка и мне она очень нравится, потому что можно очень быстро шмалять, очень прикольно шмалять. И если вы достаточно хорошо стреляете, то еще и убивать почти ваншотом. Это круто. И как и в прошлом году, были вернуты в игру подарки. Те самые итемы, которые ты мог найти, бросить где-то и получить огромный подарок, в котором по-любому был приятный лут. Это действительно прикольное добавление, ведь в новый год такое приятненько. Ты падаешь на локацию, допустим на ту же снежную иглу, залутываешься там, находишь подарочек и просто ништяк. Ты фулл лутанный за первую минуту игры. Это офигенно. Ах да, о новых итемах. Также в игру были добавлены кубы льда, в которых можно найти тот или иной лут. Чаще всего это либо рыбки, хилки, которые флопперы, либо какие-нибудь там дробаши, эмки, скорельки и так далее и тому подобное. Но в чем прикол? Сломав такой куб и достав лут, вы его получаете максимального почти что качества. Это офигенно, ведь позволяет вам также очень быстро найти хороший лут, что может снизить вот это нудное время в игре, где вы тратите 15 минут времени на лут и 5 минут только на путь к зоне и 1 минуту на драку. Теперь же можно упасть на вот эту иглу, залутать эти сраные кубики, потом получить подарок, его взорвать, достать оттуда все и все, идти сразу драться. Это классно, очень классно. А также рядом с этими иглами чаще всего еще стоят снеговики. И ребята, это просто пушка. Во-первых, вы можете порофлить, просто заюзав его на себя. Танцы в снеговике никто не отменял. Имба. Ну а с другой стороны есть еще одна фича, которую теперь добавили в игру. Можно сломать снеговик и получить вот такой вот здоровый, обалденный снежок, который наносит мега урон, если попасть во врага, ну а также еще замораживает ему ноги, ломает здание, да и вообще просто чума. Вы посмотрите на этот шикарный пов, когда вы его берете в руки. Как будто старые добрые времена 4 на 3 вернулись. Это балдеж. Также в игру для чего-то добавили уголь. Я конечно понимаю, для чего его добавили, но многие могли не понять этот прикол. На западе принято так, что Санта Клаус плохим детям, которые плохо себя вели в течение года, дарит мешок угля, а не нормального подарка. И видимо эпики так порофлили, засунув уголь в игру. Как бы он практически ничего не делает, вы можете им просто кидать и наносить по 20 урона. И он по сути бесконечный. Это в принципе все, что о нем можно сказать. Я не знаю, что еще добавить. Кстати, вторая иглу, которая больше похожа на снежную крепость, вот там повыше. Есть куча приятных мелочей. Во-первых, таких как огромное количество камня. Да, вы тут можете много очень нафармить. Также тут очень много лута, очень много кубов льда с лутом. А еще тут есть парочка прикольных отсылок. Во-первых, это статуи некоторых персонажей из Фортнайта. Естественно, это статуя монстра полярного пика изо льда, замерзшего карасика и щелкунчика. И это все отсылки. И отсылки к очень приятным вещам, скинам. И давайте же их посмотрим. Ну а скинов на этот раз действительно огромное множество. Замечено в обновлении датамайнерами и это круто. Их так много, что я не буду уделять сильно много этому времени. Просто пройдемся по ключевым моментам. Иначе это займет все больше часа. Во-первых, это всякие различные приблуды прикольные от основных скинов, которые добавили в игру. Особенно мне нравятся вот эти крылышки. Здесь мы видим скины, которые уже добавлялись в продажу. И тут, наконец-таки, мы сталкиваемся с нашими новыми скинами. Это замерзший карась, синий. И это балдеж. А также агент рождества, но в новом замороженном синим стиле. Уже больше под наш русский стиль похоже. Обязательно такой прикуплю, потому что у меня есть старый, красный. Еще с позапрошлого нового года. И такой мне в коллекцию нужен. Также вот такой вот новый, как бы относящийся к Рождеству скин. Конкретно похожий на вот эту сладкую, знаете, леденец-палочку. Но только с очень страшной рожей. Которая, если честно, напоминает мне узника огня из предыдущих сезонов. Кто шарит, тот шарит. У него просто похожая маска была когда-то. И вот он самый тот скин, который мне дико понравился из-за своих крыльев. Шивер. Я обязательно его возьму, как только он выйдет. Пацаны, это чит имба. Ну и конечно же то, что понравится очень многим, потому что его фанатов появилось в игре немало. Это скин монстра полярного пика. Который мы получим за какое-то РМТ. Я не понимаю, что это. Ведь обычно пишется либо item shop, либо там какой-нибудь пас, батл пас или еще что-то. А вот РМТ я немножко не выкупаю, что это. Но однозначно мы сможем получить возможность поиграть за монстра полярного пика. И это круто. Также огромное количество было добавлено всяких различных бэкпаков. Но это естественно от скинов, которые мы выше видели. И кстати у монстра полярного пика будет бэкпак самого полярного пика. Это круто. Отсылочка к ивенту, мне это нравится. Парочка снежных новых эмоций, которые довольно прикольные, я думаю, подойдут. Под новую стать вот эту новогоднего настроения. Потому что уже совсем скоро новый год. И огромнейшее количество кирок. Все знают из моих ребят, что я люблю кирки намного больше, чем скины. И тут их добавили немало. Особенно вот этот топорик мне понравился. Прям вот охота мне с ним уже побегать. Очень много новой музыки. И как вы можете заметить, очень много отсылок к нашему другу Крэкшоту. То есть к Щелкунчику. И сейчас я покажу почему. А все очень легко и просто. Нашему старому доброму Щелкуну добавили целых три новых стиля. И это балдеж. Добавили синий вариант, золотой и розовый. И они все отличаются друг от друга и не только цветом, но и вообще воплощением своим. Мелкими деталями и это офигенно. Я лично небольшой фанат Щелкуна. Мне он не нравится из-за своих больших габаритов. Но я знаю то, что большая часть моей аудитории очень любит этот скин. Ведь он довольно символический. Я сам в детстве смотрел, конечно, Щелкунчика. Мне это нравилось. Но скин как-то не очень зашел. Но многим он нравится. И эпики сделали аж целых три халявных, считая, что скина по Щелкунчику. В дополнение к тем, кто купил обычный скин. И это прям вот очень хорошо. Спасибо огромное эпикам за то, что вы так вот прям понимаете вкус аудитории. И сделали такой вот подарок. Также, конечно же, мы видим это магов зимних вариантов. И еще и песеля, который выглядит прям вот прям в рождественском стиле. Тоже приятно. Ну и самое загадочное, то, что вот не ожидал никто, но все же было сделано эпиками. Это новый Минти стиль из моего прошлого видео про концепты. Которые они добавили в игру для эльфа. И это балдеж. Скорее всего, в этом по большей части помог Лачлан. Ведь он запостил тот пост о концепте эльфа Минти. Себе в твиттер и Эпик Геймс это заметили. И замутили такой скин. Это вообще офигенно. Ребят, у кого есть эльф, возрадуйтесь. Ведь вы получите очень крутой стиль для него в виде Минти. Я бы и сам такой хотел, но у меня нету, к сожалению, эльфа. Если появится, обязательно купим. Также еще будут вот такие вот испытания у нас в игре доступны. Скорее всего, эти испытания связаны с 14 дней зимы. И если эти испытания будут именно вот в 14 дней зимы, то тут все очень просто. Только одна награда будет прям вот приятно всем. Это кирка. Остальное все уже мелочи. Это всякие обертки, значки, эмоции, прей и так далее. Ну вы знаете, вот этот шлак, которым никто не пользуется. А вот кирочку получить довольно легко. Вам нужно будет использовать всего лишь пару раз подарки и все. Так что окей, эпики. Засчитана за хорошие испытания. Только потому, что там есть прикольная кирка со снеговичком. За очень легкое задание. Ну и последняя балдеж, которую я заметил. Это новый Celebration пак для PS Plus в Fortnite. А то прошлый, как вы можете помнить, пак был не очень. Там была только кирка, эмоция, стикер, по-моему, и спрей и все. В этом же паке они добавили скин с бэкпаком. И это, по-моему, намного лучше. Теперь объединив эти в два бандла, вы сможете получить полноценный сет. У меня, допустим, есть кирка из прошлого сета и вообще прошлый Celebration от PS Plus. И теперь, получив вот этот вот, я буду в полном сетапе и выглядеть прям по-плоечески. Хотя через плойку я не играю, окей. Получить его, естественно, смогут те, кто оформят PS Plus на своей плойке. И там где-то найдут в магазине этот пак и активируют. Но это бесплатно и это круто. Блин, посмотрите, какой балдежный просто тизер вот этого вот ивента, связанного со Звездными Войнами. Просто офигенно. Ну а так, единственное, что еще я вам не рассказал, так это то, что я заметил технические улучшения в Фортнайте. Да, многим это может показаться бредовым, ведь вчера после обновы был просто лютый пипец. У всех пинг был за сотку и выше. Но эпики написали об этой проблеме и то, что они ее решают и решили уже, скорее всего. Но я говорю именно о техническом улучшении игры. Вчера я на стриме вместе со всеми моими зрителями на Твиче мы заметили, насколько стало обалденно плавненько и приятненько играть. Без рывков, без дерганий. Хотя буквально позавчера на стриме я жаловался и все видели это. На то, как Фортнайт подлагивал. Там не было каких-то у меня диких лагов. Но каждые секунд пять у меня то дергнется где-то FPS. То картинка рывок получит, то еще что-то. И это все вот глазу неприятно было. А вчера же было все обалденно, плавно, классно. И мне нравится то, что Эпик что-то делает. Нет, вы можете подумать, что я влепил там Директ Икс 12 и из-за этого стало лучше. Нет, я играю на 11 как и играл. И тут дело не в этом. Просто эпики что-то подшаманили, что-то улучшили. И вот с этой стороны мое одобрение. Ну и на этом, пожалуй, на сегодня все, ребят. Спасибо огромное всем за просмотр. Да, ролик получился довольно долгим, дольше чем обычно. Но я думаю то, что не все как бы смогли найти все мелочи, не все смогли понять, что добавили в обновлении. Потому что в патч-ноте Эпики ни хрена не сказали и не написали. Хотя обычно они расписывают о всех дополнениях, которые вышли в обновлении. И надеюсь то, что я смог быть вам полезным. Спасибо огромное еще раз за просмотр. Не забывайте подписываться на мой телеграм и на этот канал. А также ставить колокол, чтобы не пропускать новые ролики и розыгрыши. И всегда быть в курсе всех самых интересных вещей из мира Фортнайт. С вами как всегда был я, дядя Лукас. До скорых встреч в новых видео. Всем пока.